Мобильная группа Гомельска ГАРВ и Канкама зновь вернулась до мониторинга аутотранспортных предприемств. Такая увага тлумачится достаточно значной колькостью несчастных выпадков, которые отбываются в областном центре с уделом транспортных сродков. Одним из рейдов принял удел наш корреспондент Олег Синсеров. Для Гомельской городской автобазы, организации «Ховы здоровья» больше подходит понятие не початок рабочего дня, а перезменка. Машины худкой допомоги работают по 24 часа. Водитель, який вернулся с рейса, мыю машину и тут же передаю своему напарнику. Але таки напруженный график не выключая необходность байных контролю у першую чергу за физичным станом водителев. У штате предприемства есть властный медик, что дозволяя проводить агляд работников у любой час. Наявность у крови алкоголю, температура тела, тиск, пульс падает одинное, что проверить на месте нельга, уживание наркотичных речев. У ближайший час на автобазе планует набыть необходные для этого тест-полоски. Хоть для бюджетной организации это додатковые и достатково значные расходы, по коль приходится робить заключение на подставе агляду. А если есть подозрение на наркотики, это уже будет симптоматика у водителя совсем другая. Он будет вести себя неординарно, будут внешние признаки присутствовать, употребление наркотических веществ. Тогда мы отправляем наркологический диспансер. Повышенная увага до ситуации на автотранспортных предприемствах города не выпадковая. У апошлий час в областном центре знову региструется повеличение колька си несчастных выпадков с уделом транспортных сродков у тымнику со смиротным заходом. И хоть непосредственно до автобазы организация кого здоровья, гэта дочинения немая, водители широкого городских предприемств и медицинский агляд не проходить, и правила дорожного руху порушают. К сожалению, уже два тяжелых случая в этом году случилось на транспортных предприятиях. В конце года тоже были у нас случаи с транспортом связаны. Ну и даже погибший в городе Гомеле в прошлом году три, это значит значительно большинство, 60% было связано с транспортом. Хоть только субъективными факторами растумачить причины несчастных выпадков Нельга, на той же городской автобазе организация кого здоровья элементарно не хапает сродков для ремонта уисновичной техники и набытия новой. А в прошлый раз массовая централизованная закупка машин худкой медицинской допомоги у областной центра проходила 5 годов тому. Сеолито с бюджету на гэтэ и мэтэ выдатковано 270 тысяч рублей, а ле их копить для набытия только трех сучастных авто. Парк автомобилей скорой помощи изношен на 61%. То есть порядка 30 автомобилей требуют уже 100% износа и должны быть заменены. Автомобили медпомощи изношены на 98,2%. Практически весь парк остались неизношены на 100% порядка трех автомобилей. Почас подведения вынекого мониторинга о проблемах ликвидации каких-то торговых знажных финансовых затрат не каже никто. Частку выявленных недохопов на предприемство обещают ликвидовать на протягу уже этого дня. Урежьте, отрымливать штрафы и позабавляться знажной часткой зарплаты, не ожидая никто. И як подогоняючий вывод, при большьи отказных относенных у всех работников до своих обовязков, автобаза может стать навод узорной. Олег Сентяров, Валерий Капанько, Телерадо, компания «Гомик».